Добрый день. Ну, видимо, услышав наставление нашего президента Владимира Владимировича Путина разгрузить врачей от бумажной работы, Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект новой формы медицинской документации для терапевтических и педиатрических участков под названием «Паспорт врачебного участка». Новая форма планирует, что врач-педиатр или врач общей практики семейный врач должны будут собирать и вносить в специальную форму большой массив данных о прикрепленном населении, в том числе о наличии психических расстройств и расстройств поведения, возможно, проявляющихся в том числе и различными недовольствами и фейками. В Минздраве считают, что большее количество бюрократической работы для врачей усовершенствует психиатрическую помощь. Вот спасибо тебе. В паспорта врачебных участков терапевтического и педиатрического планируется включить сведения о прикрепленном населении, полувозрастном составе, наличии пациентов, имеющих инвалидность в результате наблюдения за пациентами, в том числе с детьми, включая детей от года в возрасте до 1-3 лет, о питании в течение первого года жизни, состоянии здоровья мальчиков до призывного возраста, состояния здоровья, результатов лечения населения, в том числе детского диспансеризации, наблюдения пациентов, в том числе детей, проведения профилактических прививок к детскому населению. Проект представлен для общественного обсуждения на портале Regulation.gov.ru. Отметим, нововведение планируется в условиях серьезного дефицита кадров в первичном звене, о котором тоже, в общем-то, сказал наш президент Владимир Владимирович Путин. И так, по словам министра здравоохранения Мурашко, несмотря на прирост медицинских кадров, ситуация с нехваткой специалистов остается напряженной, в том числе по участковым терапевтам, поэтому надо подкинуть им работки, чтобы они не расслаблялись и не занимались всякой ерундой типа лечения. А зампредседателя комитета Госдумы по хране здоровья Сергей Леонов во время всплеска заболеваемости АРВИ заявил следующее. У нас огромный кадровый дефицит, надо было его сразу за распространение фейков в сфере медицины. Поэтому у нас сейчас такие очереди в поликлиниках, поэтому врача ДУМ можно ждать день и даже два дня. У нас врачей первичного звена должно быть в два раза больше. Согласно опросу, справочник врача, 67,9% российских докторов назвали забюрократизированность рабочего процесса главным фактором неудовлетворенности врачей качеством оказываемой помощи. Ранее депутат Госдумы, хирург-прокторолог Бадма Башаркаев выступил против медицинской бюрократии. В болоте писанины теряется клиническая мысль о пациенте, что беспокоит, какие анализы теста помогут диагностировать. Ну, в общем, и так далее и тому подобное. Господа хорошие, вот ей-богу, с трудом я могу припомнить тот год, когда бы не говорилось о чрезмерной бумажной работе врачей, чрезмерной бюрократизации, чрезмерном количестве бумажек, отчетов, учетов, контроля учетов, перепроверки контроля учетов, отчетов и так далее. Об этом говорится ежегодно. И каждый раз говорится, что это надо сократить. Вот этого момента, когда это будет сокращаться, врачи боятся приблизительно так же, так того момента, когда им начинают повышать зарплату. Почему? Потому что если врачу повышают оклад, то ему гарантированно снижают проценты. Если врач получал суммарно раньше 50 тысяч, из них 20% оклад и 30% в качестве различных надбавок, то ему повышают оклад до 25 тысяч и снижают доплату до 10. И он получает уже не 50, а 35. При этом наверх идет бравый доклад, что оклад повышен. А точно так же и с документацией. Как только начинаются какие-то движения по уменьшению бюрократизации, количество бумажек, как у гидры, вместо одной отрезанной бумажки, вырастает две новых, да еще потолще, чем предыдущие. Поэтому, к сожалению, вот это напоминает какой-то обезьянный цирк. Все знают, все об этом говорят, все этим возмущаются на всех уровнях, вот начиная от Владимира Владимировича. И что делается дальше? По поводу информации так вот прямо жестко необходимой психиатрической помощи, уж совершенно точно, она нужна не от участковых терапевтов, она нужна от работодателей, она нужна, может быть, от МВД, она нужна от наших многочисленных органов, которые собирают всякую разную информацию, буквально в электронном виде, по каждому нашему шагу, по каждому нашему движению. Вот она, может быть, была бы и нужна психиатрам. А, извините, как бы повежливее сказать так, замученный, скажем так, хотя другое слово хочется употребить, участковый врач, который принимает по 40 пациентов в день, как-то пытаясь впихнуть это в свои временные рамки, а потом несется галопом по адресам, он, естественно, никакой дополнительной информации дать не сможет. Он не сможет ее собрать, он не сможет, он формально какую-то там писюльку написать может, но собрать информацию нет. Поэтому, на мой взгляд, идея, если в той части, которая касается психиатрической службы, ее необходимо немножечко пересмотреть в плане того, от кого эту информацию получать. А в отношении уменьшения бумажной нагрузки, ну, тут я не знаю, это уже раз 10-й, наверное, или 15-й будет про это идти речь, а ВОЗ, как говорится, и ныне там. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube.com Всего вам хорошего, до свидания.